Восьмой Восьмой И они все это взяли, как приказал Муше И доставили к входу в шатер собрания И подошла вся община, и они стали перед Богом Все эти приготовления, все эти жертвопоношения Это, по сути, порядок освещения мешкана Соборного шатра, который был построен в пустыне И что означает на восьмой день? Это не значит, что это был восьмой день месяца Это как раз был, как Раши пишет, первый день месяца Первый день месяца Ниссан Восьмой день он был после того, как семь дней Прошли семь дней посвящения Шиват, Юмей, Амилуим На протяжении этих семи дней Аарон и его сыновья готовились стать Куаним, священниками Они проходили процесс посвящения Состоял он в том, что они должны были все время сидеть Находиться исключительно у входа в соборный шатер В святом месте, полностью отделенный от всей ежедневной мирской суеты А сам Мишкан, кстати, хотя он каждый из семи дней посвящения он был И у входа в него сидел Аарон и его сыновья Но к концу дня Маше разбирал его И на завтрашний день снова собирал И так семь дней Собирал, разбирал, собирал, разбирал, собирал, разбирал Соборный шатер должен был уже начать действовать и функционировать как храм Что значит функционировать как храм? Ну, значит, там будут жертвоприношения приносить И жертвоприношение это только средство А цель храма другая Цель храма Цель Мишкана, передвижного храма Как объяснил Рамбан в конце книги Шмот Это быть своего рода передвижной горой Синай На горе Синай еврейский народ дошел до того, что можно определить как цель существования А именно непосредственный близкий контакт с Богом Там было откровение, близость с Богом В результате этого получили заповеди Получили всю Тору Не всю Тору, получили Тору А еще ряд заповедей были высказаны именно в Мишкане В храме Именно поэтому Рамбан называет его продолжением горы Синай Как известно сказали наши мудрецы С притча в Бедраше о том, как царь выдал замуж свою дочку, принцессу Найдя ей приличного жениха Ну и после того, как сыграли свадьбу, тоже не стал собираться Надо ехать домой вместе с новой женой Сказал ему тогда, царь, не отпускать свою дочку с тобой я не могу, потому что выдал ее замуж, что же теперь делать? Ну и расстаться с ней я тоже не в состоянии Поэтому давай договоримся так Любое место, в которое вы поедете, где вы будете жить, сделайте маленькую комнатку еще и для меня, а я тоже там буду жить В этом смысл Мишкана, передвижного храма Всюду и везде, где еврейский народ будет останавливаться в Синайской пустыне С ним будет Мишкан, они будут Это разборная конструкция, они будут собирать его на новом месте стоянки И там будет Шхена, там будет как бы присутствовать Всевышний Это цель А жертвоприношение средство для достижения этой цели И вот так здесь в конце, после того, как объясняются все те жертвоприношения, которые нужно будет принести Их приносит Аарон, приносит свои жертвоприношения Со стороны народа, народ приносит свои жертвоприношения И взяли то, что приказал Муше Значит, каждый из них взял тех животных, которые он приказал И доставили ко входу в шатер собрание И подошла вся община, собрался весь народ И они стали перед Богом и сказал Муше Сделайте то, что повелел Бог, и явится вам слава Божья Вот сейчас нужно сделать то, о чем было повеление И тогда, вот тогда ты явится слава Божья То есть, вот тогда ты будешь Шхена Немножко эти слова как-то выбиваются из строки Сделайте то, что повелел Бог Ну, понятно, и так делай Вот это выглядит как договор Вот сделайте то, что достаточно Вот тогда, тогда вы это получите А не сделайте, не получите В этом была цель всей работы Раша объясняется так Объясняет так Все эти жертвы должны были быть принесены, потому что сегодня Ибо сегодня явится вам Бог То есть, Всевышний будет являться Чтобы Его присутствие Шхена Пребывала Здесь, в храме, который Построен вашими руками И жертвы необходимы Особые жертвы необходимы для принесения сегодня, для этого дня В течение семи дней, продолжает Раша В течение семи дней Посвящения Мушет собирал и воздвигал шатер И разбирал его снова и снова каждый день И, кроме того, совершал в нем служение Не просто он его собирал Но если шатер был собран То тогда нужно было в нем приносить Ежедневные, обычные ежедневные Жертвоприношения Кто их приносил? Куаним еще не было А Арон и его сыновья Еще не стали священниками Куаним Кто же тогда служил в храме? Мушет служил Смешал в ней служение И что? Храм был Хотя бы на день К вечеру его разбирали Жертвоприношения были А все средства были уже обеспечены И есть и храм А результата нет А шхины нет Поэтому сыны Израиля были в смятении И говорили муже Муже, учитель наш Сколько же мы трудились для того Чтобы шхина пребывала среди нас Весь этот труд был ради чего? Ради цели Чтобы был искуплен нам грех поклонения Золотому цельцу А То есть Народ очевидно понимал Если сразу в Раши идет Я бы поставил Вместо Раши Я бы поставил точку раньше Все, что мы трудились Это чтобы шхина пребывала среди нас А этого нет Раши ставит там не точку А запятую Все, что мы трудились Чтобы шхина пребывала среди нас Чтобы был искуплен нам грех поклонения Золотому цельцу Если все средства Сделаны и обеспечены И вместе с тем результат Не достигается Очевидно что-то мешает Так простой вывод Что ж тогда мешает Нет сомнения в том, что все сделали верно Все сделали правильно Мешкан сделали правильно Жертву приносят за правильные Все правильно И не срабатывает Знаете, что это мешает? Так бывает, когда человек принимает какие-нибудь лекарства Которые ему большой специалист-врач пообещал Что это поможет ему Он принимает лекарства Результаты нет Может лекарства не Нет, лекарства все тоже А еще что-то мешает Например, он ест или пьет что-то, что мешает действию лекарства Что здесь мешает на фоне, конечно же Совсем недавно совершенный грех золотого тельца Стало быть, если Будет достигнута цель Если шхина будет в храме Тогда будет ясно Что и грех золотого тельца прощен Искуплен Если этого нет Если все средства Существуют А шхины нет Значит У нас есть еще проблема Значит, грех золотого тельца мы еще Не искупили Теперь, говорит Раши, нам понятен Ответ Муши И сказал Муши Сделайте то, что поверил Бог И явится вам слава Божьей Вы хотите славы Божьей Вы хотите, что будет Только нужно сделать то, что вам сказано А именно Вот эти вот жертвоприношения Да, но до сих пор жертвоприношения тоже были каждый день А чем же жертвоприношения лучше, чем те, которые были до сих пор 7 дней Говорит Раши Мой брат Арон Он намного достойнее меня И благодаря его жертвоприношениям И его служению Шхина будет пребывать среди вас И вот тогда вы узнаете, что Бог его избрал Снова На фоне есть еще одна Всегда одна проблема О которой Муши Безусловно знает Чтобы это не выглядело так Что он Делая протекцию Своему брату Он назначает его первосвященником Узнаете, что он Узнаете, что это не случайно Что он избран свыше чем Тем, что я приносил Жертвоприношение Целых 7 дней И эффекта никакого А он принесет, когда все будет Сделайте то, что помелел Богу Вот как это сделаете Так и Стоп, стоп, стоп Опять непонятно Но ведь выше уже написано И они взяли то, что приказал Муши И доставили ко входу в шатер собрания Что он сказал? Взять животных для жертвоприношения? Ну так уже взяли Взяли? Они готовы Только Хорошо, Аарон сейчас их принесет Все будет Но в чем смысл этих слов? Сделайте то, что поверел Бог Бог что поверел? Принести же это указание Мы принесли А что же еще нужно сделать? Ханацив Эбнафтолец виюда Берлин В своем комментарии Мэг давал Объясняет здесь очень пространно Что Имеется в виду Сделать только то Сделали уже то, что Ашем сказал Вот только то и больше ничего В чем смысл? Анацив пишет об этом в нескольких местах Это его последовательная позиция, которую он озвучивает в ряде мест в своем комментарии Ну и посмотрим подробно, что он пишет Все дело в том, что еще в эпоху Мушея в Израиле существовали группы людей, культивировавших любовь к Богу При этом выходят за рамки, отведенные Торы Подчеркивает, еще в эпоху Мушея, то есть они существовали и позже Что он хочет сказать здесь? Что это люди, для которых очень важен был то, чтобы назвали сегодня религиозный аспект Что такое слово религия? Слово чуждое нам, у нас нет религии Религия – слово, происходящее от итальянского слова «религары», что означает «связь» Связь человека с Богом, с его, или с его идолом, с его божеством В которой главным является переживание и ощущение человека Желательно на уровне экстаза, если возможно Если нет, хотя бы возбуждение В этом состоял грех 250 сподвижников короха Все они были праведными людьми А Ницей напоминает здесь то, что написано в недельном разделе «Корох» В «Машбамидбал» Коротко напомню О чем там речь Ну, бунт короха известен Корох начал с того, что утверждал, что назначение старосты колено леви было неправильным А закончил тем, что высказал свои претензии именно о назначении Арона Почему Арона назначили первосвященником По всем показаниям он, корох, подходит на эту должность куда больше К короху присоединились еще и Датан и Абера А им что? Они что? Тоже в первосвященнике? Нет, они в первосвященнике не лезли Они были представителями колена Раувен И у них была совершенно другая проблема А именно то, что их колено, колено Раувен Лишилось первородства Оно раньше считалось первородным и верховодящим в еврейском народе И оно лишилось этого права Кто его лишил? Муж я Есть общий знаменатель, есть общий враг У Короха и у Надава и у Датана и Абера Муж я назначил Арона первосвященником и отобрал первородство у колено Раувен Но было там еще 250 человек, которые тоже присоединились к этому бунту А им что? А они чего хотели? И они участвуют в дальнейшем, в самом кульминационном моменте этого бунта Когда на следующее утро, собравшись перед соборным шатром По условиям, которые выдвинуло Муж я Что каждый из людей, которые имеют претензии Должны виться туда С воскурением благовоний И условия Почти как на дуэли Если этот человек не достоин служения в храме Тогда это воскурение для него будет смертельным Если он достоин, он останется жив Но в живых останется только один А Арон, Корах и еще 250 человек Ну, Арон и Корах понятно Это дуэлистно А еще 250 человек на что? А что каждый из них тоже думал, что он станет первосвященником? Как сказал Муж я, у вас 250 человек, куда вы сели? Ведь один только останется в живых Ну, может быть, Корах думает, что на самом деле это он А не Арон У него есть на это основания Но остальные-то здесь при чем? Они что, тоже думают? Говорит, они цифр, конечно, нет Совсем нет Они знали, что у них нет никаких шансов стать первосвященником Тогда зачем они пошли на верную смерть? Ради того совершенно неописуемого переживания близости к Богу Которую достиг бы человек, принося вот это воскурение благовоний в храме Ради этого они пошли Заплатить пришлось жизнью И все они погибли Но это наслаждение им стоило жизни И ради него они готовы были заплатить жизнь Есть такие И, к сожалению, мы знаем людей, которые за куда меньшее наслаждение платят жизнью Кто-то готов отдать свою жизнь ради романтической интрижки Кто-то готов отдать свою жизнь ради самоутверждения Потому что он заберется на какой-нибудь самый высокий небоскреб Или пройдет по канату через ущелье Люди жертвуют свою жизнь ради сильных ощущений Это нам хорошо знакомо Но все эти сильные ощущения Все наслаждения, которые человек способен пережить, ощутить Все они совершенно несопоставимы с наслаждением, которое испытывает человек Находясь вот в контакте с Богом Это выходит за рамки всех возможных наслаждений, которые существуют в нашем мире Это пик Это выше, чем любой эверест Люди знали об этом Знали точнее Это не то, что они знали на опыте Опыта такого ни у кого из них не было Но они верили, что это так И не ошибались, наверное Но по крайней мере веря в то, что это так Они готовы были заплатить за это свою жизнь А этих было 250 человек Правда, это событие произошло позже, когда храм уже стоял Но если нашлись такие люди Если расцвели такие цветочки на нашей клумбе То это значит, ростки были еще и раньше И это то, что пишет здесь Анациф В этом состоял грех 250 Если это приводит человека к такой духовной высоте К такой духовной вершине Как приближение к Богу Пусть тогда все это делают Нет, а по закону это могут делать только Куани им священники А кто эти Куани им священники? Арон и его сыновья, а остальные? Остальным нет Нам же хочется И поскольку, согласно Торе, могли сделать лишь Арон и его сыновья А все остальные Не имеющие на это право Заслужили смертную кару И нашему учителю Муше было известно Что такие семена уже Уже есть семена И они уже отдают ростки Только они еще и не раскрылись Раскроется это через некоторое время Во время бунта Короха Муше понимал Так или иначе В сердцах людей гнездится Вот это вот беспокойное томление Стремление любой ценой Достигнуть высочайшей степени Близости к Богу Здесь начинается серьезная-серьезная проблема Психологическая Человек, который стремится к Духовной жизни Не просто к сильным ощущениям Не просто к наслаждениям А действительно наслаждением духовным И очень высоким Ему хочется этого Что-то, чего-то потустороннего Он уверен, что за пределами всего того Ощутимого, что у нас есть Вокруг нас За пределами этого есть Удивительный-удивительный мир Потрясающий Неописуемый А его тронуть нельзя А это не для тебя Как так, не для меня? Мне же хочется А есть закон И есть очень сильное стремление Всегда Выйти за рамки закона Для того, чтобы Подняться над законом Это совсем не то Как человек Который Проходит мимо Ресторанов Которым подают Некошерную Или не совсем Кошерную пищу Чувствуя запах Жареного Не может удержаться И Здесь он действует Просто как животное Потому что Хочется А и закон нельзя Да, нельзя Но очень хочется Мы говорим о совсем другом Не о людях Которые Выходят за рамки закона Хотят выйти за рамки закона Потому что На это их толкает Физическое влючение Наоборот Они хотят Очень высокого Духовного наслаждения Но для этого Нужно выйти за рамки закона Для этого Нужно нарушить И здесь Они ищут себе Оправдания В различного рода Теориях Пример такой теории Вот рассказывается Я уже перехожу На более современные Реалии Была группа парней Которые В дни Хануки Был когда-то такой обычай В дни Хануки Играть во всякие Азартные игры И не совсем азартные Полуазартные Так вроде бы Для молодых парней Которые должны сидеть И учить Тору Заниматься Заниматься Играми Это время Препровождение Пустое Ну а в Хануки Ну а в Хануку Вроде бы есть Какое-то такое Оправдание Есть обычай И вот рассказывает Важное правило Для простых Для простых пешек Закон для пешек Им нельзя А я дамка Не можно Правда Те люди О которых говорит здесь Нациев Они себя не обманывали Они знали Что выйдя в дамки Можно выйти в дамки Но это Но за это нужно заплатить жизнь Исход будет летальный Ради этого были готовы Может я понимал Что в людских сердцах Гнездится Вот это беспокойное томление Желание Прийти В Контакт С потусторонним С чем-то Потрясающим Любой Желание Любой ценой Достигнуть В этой высокой степени Близости к Богу Но это возможно Лишь в том случае Если это заповедано Как человек должен искать Близости к Богу Как он должен Подниматься По Лестнице Пользуясь только Тем Что Заповедано Строго По Закону Вот так Без всякой поэзии Без всякого Религиозного Экстаза А вот Строго По закону Поэтому Мушей сказал Израилю И он здесь цитирует Медраж Который говорят Наши мудрецы Что Мушей сказал Им Вот эти вот слова Так объясняет Медраж Сделайте то Что повелел Бог И явится Вам слава Божья Что означает Сделать то Что повелел Бог Вот этот Ейцер Вот это вот Стремление Вы устраните Из ваших сердец Вот тогда Бог вам и явится Вам не следует Идти на поводу Своих страстей Снова Страсть имеется Здесь ввиду Не физические влечения Страсть здесь Высшая Духовное Подвижничество Стремление Достичь Любви К Богу Реализующейся Не теми путями Что показал Нам Бог Это Работа Ейцерара Ейцерара Для людей Простых Он работает Вот на уровне Физическом Схотел Человеку Поесть Чего-то Вкусненького Не совсем Кошел Разгневался Человек На кого-то Наговорил Ему Гадости Тоже Работа Ейцерара Все Понимают Но Вот это Желание Встать Над Законом Для Достижения Духовной Высоты Для Того Чтобы Стать Дамкой Это Тоже Работа Ейцерара Только На своем Уровне Ейцерара Работает Абсолютно На всех Уровнях От Самых Простых Уровней Для Примитивных Людей До Самых Высоких Уровней Для Больших Людей Оно Способно Вести В заблуждение Даже Великих Людей А К чему Стремиться На что Направлен Ейцерар Только на Одно Главное Это Что Это The bottom line Как говорят Англичане Самая главная Последняя Срочка Была бы Что Чтобы Закон Был Нарушен Какими Способами И с Какими Целями Это Неважно Для Каждого Человека Его Будут Мотивы Будут Разные У всех Людей У Одного Это Будут Мотивы Самые Свинские У Другого Это Будут Мотивы Самые Самые Возвышенные От Которых Начинает Щипать В носу И слезки На Глаза Навертываются Самое главное Чтобы Результат Был Нарушение Муж Я Объяснил Если Вы Будете Стараться Идти Путями Торы Тогда Все В едином Стремлении Будете Стремиться К Общей Цели Это Того Что Тора Хочет Поэтому Есть Закон Закон Один Для Всех И Пользуясь Этим Законом Все Вместе Идут К Общей Цели Пользуясь Общим Законом Всех Сказал Что Утром Вставшие Все Мужчины Должны Надеть Тфелин И Встать На Молитву Все Абсолютно И Тфелин У всех Одинаковый Написано Там То же Самое И В то же Самое Время Понятно Что В рамках Этого Закона Каждый Молится По-своему Хотя Тфелин У всех Одни И Те Но В жестких Рамках Четкого Совершенно Закона Все В этих Рамках Одинаковы Внутри Этих Рамок Есть Индивидуальность Но Вот Если Вы будете Искать Любви К Богу Не Следуя Строго Путями Торы Каждый Решит Что Он Уже Выбившись В дамки Он Может Уже Искать Свои Пути То Здесь Мы Видим Столько Творчества Здесь Каждый Человек Будет Придумывать Свою Тору Каждый Человек Будет Придумывать Свои Пути Достижения Близости К Богу И Пойдет Тогда Чем Это Закончится Ясно То у Каждого Будет Свой Собственный Закон И Народ Народ Разделится На Отдельные Секты А Это Противоречит Тому Что Всевышний Хочет Медраж Здесь Такая Страна Белоруссия В которой Чиновники Взятки Не Берут Боятся Закона Оказывается Всевышний Тоже Не Берет Как Понять Это Мне Лицеприятствует Я Еще Понимаю Так Для Него Все Абсолютно Равны Перед Законом Это Понятно Естественно Более того Он Не Берет Взятки А Какую Взятку Можно Ему Дать Какой Валюты Или Как Там Русской Классической Литературе Борзыми Щенками Разведавать Как Это Понять Некоторые Объясняют Что Имеется Ввиду Что Всевышний Не Берет Взятки Заповедями То Есть Если Человек Нарушил Какой Запрет То У него Всегда Есть Желание Откупиться Вместо Того Чтобы Раскаяться И исправлять Содеянное Он Надеется Откупиться При помощи Какой Нибудь Митцвы Которую Он Исполняет Начиная От Самого Примитивного Примера Когда Человек Ворует Деньги И Дает Сдакос Массер С наворованного Или даже Может быть Пятую часть Как Правильники Дает Но Даже Не в таком Примитивном Виде Когда Человек Ощущает Есть У него По крайней Мере Ощущение Вера В то что Вот если он Хотя он Нарушил Такую-то Заповедь Но если он Всполняет Другую Заповедь То это ему Зачтется Там баланс Дебет с кредитом Сравняется И баланса Будет ноль Хотя бы Вот Об этом Говорит Посук Что Всевышний Вот такого рода Взятки Не берет Говорит Анициев Даже Такое Объяснение Трудно Трудно Принять Почему Его словами По отношению К Всевышнему Слово Взятка Не может Обозначать Мы деньги Не вещи Или даже Изобилие Благих поступков Может быть Хорошие поступки Мецвод Почему Потому что Их вообще Нельзя назвать Взяткой Ведь все Хорошее Что человек Может сделать Он обязан Совершать Какая же Взятка Что такое Взятка Взятка Если я Прихожу К чиновнику И даю ему Что-то Что я ему Давать не Обязан Но если Я Плачу Налоги Которые Я обязан Платить Я приду В налоговое Управление Массовое На сайте Скажу Я И скажу Чиновнику Из массовых Разы Что я хочу Дать ему Взятку Какую Взятку Он поинтересуется А вот я Заплачу Подоходный Налог Который Я должен Заплатить Не взятка Подоходный Налог Ты и так Должен платить Взятка Это что-то Сверх того Подарок Какой То же самое Здесь Митцва До митцву Человек Обязан Исполнять Это то Что Всевышний Обязывает Его сделать Как же Можно Относиться К тому Что человек Обязан Сделать Как взятки Что же Может быть Очевидно Взятка Здесь Это как раз Самопожертвование И близость Приобщенность О чем Сказано В Таилин Дякар Бене Ашем Амафтел Ихасидав Дорога В глазах Бога Смерть Его Праведников Его благочестивых То есть Стремление людей Максимально Приблизиться И вплоть до Самоотречения До отказа От своего Я Иными словами Когда человек Именно Делает То Что он Не обязан Делать По закону Когда он Принимает На себя Определенные Обязанности Хочет Сделать То Что он Совсем Не обязан Сделать Для того Чтобы Подняться Духовно И ради Этого Он идет На самоотверженность От самоотверженности В том Что человек Отказывает Себе В чем Это тоже Самоотверженность И До Полного Самоотречения Или Как в случае С этими Двумя Стами Пятьюдестью Союзниками Короха Которые Пошли На то Что отдали Свою жизнь Ради этого Вот таких Взяток Всевышний Не берет Вот об этом Вечерин Если Почему же Он их не берет Если человек Хочет Продвигаться Духовно И ради этого Отказывает Себе В чем То И он Хочет Принять на себя Какие-то Вещи Которые Он не обязан Делать Что здесь Плохого И обычно Плохого В этом Нет Только По родному Условию Если Это Не Противоречит Закон Если Это Только Вещь Которую Не Обязан Сделать Но Если Человек Делает Это В Нарушение Закона Вот Такие Взятки Не берутся Если Это Благочестие Не Согласуется С Законами Торы Оно Не Принимается И Влечет За Собой Наказание О Котором Мы И говорили Объясняя Грех Тех Самых Духсот Пятидеся Человек Сообщников Корот В этом Контексте Вот Эта Фраза Которую Говорит Тора Что Всевышний Не Берет Взятки Означает Что Человек Иногда Готов Даже Пожертвовать Жизнью Только Ради Духовной Высоты Ради Любви Бога Сделав То Что Ему Не Было Заповедано Уже Нет Больше Взятки Чем Это Это Действительно Взятка Соответственно Мушев Подходящий Момент Постарался Указать Человеку Верный Путь Что Он Сказал Только То Сделайте То Что Повелел Бог Пожалуйста Никакого Религиозного Экстаза Чтобы Сейчас Не Был Никаких Сейчас Самый Кульминационный Момент Сейчас Действительно Должны Достигнуть Откровения Бога Как На Синае Даже Больше Почему Даже Больше Казалось бы На Синае Было Больше Всего Нет Мудрецы Говорят Бьем Хутанату Бьем Симхат Либо В день Его Свадьбы И в день Радости Его Сердца Что Это Значит Говорят Мудрецы В день Его Свадьбы Это День Дарования Туры На горе Синае Это Было Как Свадьба Еврейский Народ С одной Стороны Как Невеста Всевышний С другой Стороны Новейшая Гора Синае Как Хупа Ну И А после Этого Есть еще Другой День Убьем Симхат Либо И в день Радости Его Сердца А это Что за День А это День Построения Когда был Построен И освящен Мешкам А что В день Свадьбы Нет Радости День Свадьбы Отдельно День Радости Отдельно Объясняют Мудрецы Нет Свадьба Это Конечно Замечательная Вещь Но В день Свадьбы Столько Всякой Мороки Столько Всякой Пока Мама Мама Невеста Стоит На Четвереньках Невеста Оказалось Просто У невесты Выпали Контактные Линзы И Искали Но Выглядело Это Прямо Вот так Когда Доходят До Самой Хупы Так Вот Уже Все Уже Только На Четвереньках Поэтому Конечно Это А после Этого Есть После Хупы Есть Совсем Другое Когда Все Заканчивается Есть То Что Называется Хадар И Худ Это Место Где Уединяются Жених И Невеста Все Все Заботы Кончились Все Все Приготовления Все Здесь Только Вдвоем Больше Ничего Нет Нет Не Не Фотографа Вытолкали Сегодня Фотограф Пытается Залезти И В Хадар Иху Тоже Вытолкали Фотографа Запрыли Дверь Все Нет Не Фотографа Никого Только Вдвоем Вот Это Йом Симхат Любой Это День День Радости Так День Дарования Тора На горе Осина И он Немножко Походил На На Свадьбу А вот Самая 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 Большая Близость Это Именно В день Когда Было Закончено Сооружение Храма В день Когда Появилась Шхена В день Самой Большой Большой Близости Именно Именно Поэтому В этот Самый День В этот Самый День Мушей Предупреждает В Самый В этот Самый Подходящий Момент Сделайте Только То Что Повелел Бог Больше Ничего Не Делай Других Учей И Тогда Явится Вам Слава Господа Лишь Так А не Иначе Не В соответствии С личным Выбором Человека Не В соответствии С его Эмоциями Не В соответствии С его Возбуждениями И восторгами А Строго По Закон Таково Наше Понимание Интерпретации Этого Примечательного Стиха Которое Изложено Нашими Мудрецами Благословенной Памяти Сборники Медрашей Сифра Думаю Найдутся Люди У которых Это Пространное Объяснение Анисиво Вызовет Разочарование Или раздражение Но Такова Тора Пришло время Все-таки Задать Еще один вопрос Мы все время Говорим Близость Шкина Явец Как там было сказано Сделайте то Что повелел Бог И явится Вам слава Божья А что это такое Слава Божья Явец А как она явится А что это такое Поскольку Точнее Уточним вопрос Речь идет О каком-то Объективном Явлении Не знаю Появится Какая-нибудь Радуга На небес В виде Не знаю Чего Или речь идет О внутреннем Ощущении Человека О переживании Если это Внутренне Ощущение Приживания То Объяснить Что это Невозможно Приживание Возможно Объяснить Известная Такая Притча Как-то Один Король Во время Военных Действий Оказался По ошибке В тылу Врага Должен Был Скрываться Скрывался Где-то На сеновале Или еще Где-то И прямо Рядом Ходили Вражеские Солдаты Чуден Был Когда Наконец Ему Уже Удалось Выбраться Оттуда И спастись То В момент Хорошего Расположения Духа Кто-то Из его Приближенных Спросил Ваше Величество А как Там Было В стогу Сена Когда Рядом Ходили Неприятельские Солдаты Страшно Царь Вдруг Зарал Сбернился Что Ты Как Ты Смеешь Так Говорить И Приказал Тут же Повесить Его Поволокли Приближенного Надели ему Петлю На шею Царь Подошел К нему И Вот Понял А теперь Снимите Петлю Страшно Было Страшно Вот так Не было Там Зачем Царь Это устроил Потому что Невозможно Объяснить Как Было Страшно Когда Рядом Ходили Неприятельские Солдаты Объяснить Это Невозможно Но Можно Попытаться Сделать Человеку Условия В которых Он Переживет То же Самое Или Хотя бы Близко К этому Хочешь Знать Что Такое Страх Объяснить Что Такое Страх Я Не могу Я могу Сделать Тебе Так Что Ты Переживешь Страх Не Больше Того Точно Так же Здесь Если Чхина Если Слава Божья Это Ощущение Человека Который Ощущает Близость К Богу То Объяснить Что Это Такое Невозможно Если Это Какое-то Объективное Явление То Может Кто-то Из Комментаторов Объяснит Нам Что Имеется Ввиду Что Это За Феномен Такой А Рамбан Рамбан Писал Так С помощью Знамений Чудеса Чудеса Всевышнего И Называется Слава Моя То Есть Его Утверждение Следующее Все Что Мы Говорим Слава Всевышнего Это Условное Обозначение Имеется Ввиду Что Когда Совершаются Чудеса И чудеса Явные Открыты Так Что Человек Который Их Наблюдает Может Только Выразить Свое Восхищение И Потрясение Тем Что Происходит Вот Это И Есть Слава Всевышнего То Есть Когда Написано Что Явится Слава Всевышнего Имеется Ввиду Что Произдут Какие Чудеса При Которых Люди Увидят Величие Мощ Власть Бескраничность Всевышнего И Это Его Слава Этим Он Прославляется Своими Чудесами Так Говорит Рамба Чуть Раньше Его Раби Авраам Сын Рамбама Писал Следующее Что Вот Это Слово Ковод То есть Слава Всевышнего Оно Имеет Три Значения Совершенно Разных И Если У нас Есть Какие Непонимания Это Обычно Из-за Того Что Мы Путаем Так Часто Бывает Что Одним И Тем Же Словом Одним И Тем Же Термином Называются Совершенно Разные Разные Вещи Так И Здесь Первое Имеется Ввиду Это Суть Самого Творца Так Написано В Торе Всевышний Моше Просил Всевышнего После Прощения Греха Золотого Цвета Арейни На Эт Кводеха Покажи Мне Свою Славу Покажи Мне Свою Славу Это Не То Что Написал Рамбан Устрои Мне Парочку Тройку Чудес Я Хочу Увидеть Какие Чудеса И Имеется Там Совсем Ввиду Там Видно Из Контекста Что Имеется Ввиду Совсем Другое Там Имеется Ввиду Что Моше Хотел Познать Суть Самого Всевышнего Его Действительность На что Всевышний Ответил Ему Это Невозможно Кило Ир Ани Адам Махай Не Может Человек Увидеть Меня Не Может Человек Познать Меня Будучи Живым Что Да Можно Познать Можно Познать Проявление Всевышнего Можно Познать Его Качество Которое Он Проявляет В этом Мире Проявление Да А что Стоит За Этими Проявлениями Не знаем И никогда Не знаем Он Трансцендентен Он Непостижим Но Мушек Хотел Это Увидеть Хотел Это Познать Ему Объяснили Что Это Нельзя И он Полюс Там Арен Найд Кудэха Стало Быть Первое Самое Значение Слова Ковод Слава Всевышнего Имеется Ввиду Имеется Ввиду Суть Всевышнего Второе Это Явление Сотворенной Божественный Свет Как сказано И вот Слава Всевышнего Слава Божья Явилась В облаке И В ряде случаев Действительно Второе Есть Подобного Рода Фразы Что Явление Славы Всевышнего Сопровождается Слава Является В облаке Понятно Что Речь здесь Не идет Ни о чудесах О которых Говорил раньше Рамбан Ни о Сути Всевышнего Если что-то Является В облаке То это просто Какое-то Физическое Явление Что Может Являться В облаке Говорит Раби Аврам Сын Рамбана Имеется Имеется Ввиду Какой-то Свет Такой Особый Особый Свет Который Является На фоне Облака Скажем Так Третье Это чудеса То что Писал Рамбан Здесь Раби Аврам Сын Рамбан Согласен С Рамбаном Да Слово Ковод Может означать И чудеса Как сказано Так как Все эти люди Видевшие Мою славу И мои знамения Так речь идет О То что Сказал Всевышний В истории С разведчиками Сказал Что у Рейского народа Не хватает Веры В то что Они Смогут Завоевать Страну Израиля И вот это Вот люди Которые Видели Мою славу И мои знамения И при всем Притом Они не верят Что имеется ввиду Что они В чем здесь противоречия Они видели Мою славу И при всем Притом Не верят Имеется ввиду Они видели чудеса Которые я являл И в них Проявилась Абсолютная Безграничность Моей власти И силы И при всем Притом Они не верят Что я им дам Страну Израиль Значит Это тоже верно Что это чудеса И в этом стихе Значение Словосочетания Моих знамений Идентично Моя Слова Моя слава Значит Что же имеется Ввиду И так Говорит Раби Авраам Сын Рамбама Что есть Три значения Слова Квода Шем Слава Всевышнего Либо речь идет О нем самом Либо О его действительности Либо речь идет О чудесах Либо речь идет О каком-то Вот таком Физическом явлении Света На фоне Облака А что же Имелось ввиду И здесь Когда Сказано И сказал Муж И сделайте То что повелел Бог И явится вам Слава Божья Что будет здесь Из этих трех Слочений Пишет Ражбам В своем Комментарии К этому месту Ибо сегодня Бог явится вам И не спошлет Огонь с небес Чтобы сжечь Жертвоприношение И дальше он пишет И явилась Слава Божья Всему народу Что это значит Вышел огонь От Бога И святая Святых И сжег На жертвенники Все Все Жертвоприношения То есть По мнению Ражбама Бепшат Так Имеется ввиду То что писал Рамбан А именно Будет здесь чудо Какое чудо Вдруг Люди положат Мясо Жертвы На жертвенник И вдруг С небес Сойдет огонь В виде Не знаю Молния Или еще чего-нибудь И Примет эти Жертвоприношения То есть Произойдет Вот такое вот Чудо Возгорание С небес Это Ражбам А не Циев Говорит Что означает И явилась Слава Божья В облаке Как во всех Других случаях То есть Из этих Трех значений О которых Писал Раби Аврам Бенарам Два Упомянутые Здесь В словах Комментариев Что же будет Во-первых Произойдет Вот это вот Чудо Явное Когда люди Увидят Как огонь С небес Пожирает Принимает Пожирает Эти самые Шертвоприношения И будет еще И вот явление Того самого Облака Все это Должно было Произойти При одном Условии Не сказали Что будет Точно-точно Соблюден Закон Что мешкан Будет построен Точно так Как Всевышний Повелел И до сантиметра И до миллиметра Все будет Выберено И жертвоприношения Будут выбраны Те что нужно И их принесут Правильные люди Те которые Для этого Выбраны И они Наденут Те одежды Те одеяния Которые они Должны Одевать И вот тогда Когда все это Будет соблюдено И Во главе Этого должен Стоять Аарон Тот человек Который Оказался Центральным В истории С золотым тельцом Если он Будет Совершать Весь этот ритуал Все это действие То именно тогда И Достигнута будет цель Появиться Слава Всевышнего Именно так А не иначе Слава Всевышнего Слава Всевышнего